Аплодисменты Семьдесят третий сезон начался с концерта Национального филармонического оркестра под руководством артиста России Владимира Спивакова. Под его руководством прославленные музыканты исполнили шедевры мировой классики. Семьдесят третий сезон. В любом ее проявлении. Такого уровня, конечно, первый. То есть спиваков есть спиваков, поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть именно сам уровень и услышать тоже. Семьдесят третий сезон. Коллектив сумел стать одним из ведущих симфонических оркестров России, завоевать любовь публике и признание профессионалов в своей стране и за рубежом. КОНЕЦ КОНЕЦ Вместе с прославленным оркестром в Оренбурге выступил уряд международных конкурсов юный пианист Александр Малафеев. За плечами пианиста, которому 21 октября исполнится 15 лет, солидный творческий багаж. Александр успел завоевать признание меломанов не только в России, но и за ее пределами. КОНЕЦ Пианист выступал в крупнейших концертных залах, среди которых Государственный академический Большой Театр России, Большой, Малый и Рахманиновские залы Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Коуфман-центр в Нью-Йорке, штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Концерты проходили в России, Азербайджане, Финляндии, Франции, Швейцарии, Германии, Австрии, Испании, Португалии и США. Пианист играл с ведущими оркестровыми коллективами мира. КОНЕЦ Это большое счастье, что я играла с таким уникальным музыкантом, как Владимир Теодорович. Я очень рада. Когда я начал выходить на сцену и играть на публику, я понял, что вот чем я хочу заниматься. Я хочу дарить людям эмоции, неповторимые эмоции. И именно поэтому я выбрала эту профессию. В этом мире много замечательных дирижеров и оркестров. Конечно, я хотела бы сыграть со многими коллективами. Прежде всего, не надо лениться. Надо понимать, что если вы будете сидеть, заниматься, то вы всего добьетесь. Конечно, очень важно встретить на своем жизненном пути хорошего педагога, который будет рассказывать тебе, как надо заниматься. Но мне требуется заниматься целый день. Да, Оренбург – это небольшой город, но с очень большим сердцем. Свою поддержку юным дарованиям дирижер с мировым именем начал еще в мае 1994 года. Именно тогда был основан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Деятельность фонда направлена на профессиональную поддержку юных талантов и на создание благоприятных условий для их творческого роста. Это значит, что я вообще в принципе люблю детей очень. Поскольку у меня детский фонд, которому больше 20 лет, это значит, что больше 20 тысяч детей прошли через него, через этот фонд. Но в том числе этого мальчика мы знаем последних лет пять. И вместе с Денисом Мацуевым следим за его развитием. И помогаем ему всем, чем можем. Мальчик действительно уникальный с моей точки зрения. И для него это просто колоссальное удовольствие и счастье иметь возможность сыграть с таким оркестром. Сел с ним рядом с партитурой и просто ему рассказывал, что где надо слышать и слушать. Потому что очень часто, знаете, пианисты или скрипачи выучивают свою строчку. И все. А за этим море, целый океан, музыки и все время разные инструменты. Нужно растеряться очень быстро. Я вот здесь послушаю Валторну, здесь не убегай, потому что здесь велончели важны. Вот здесь дослушай кларнет, как играет. Здесь вот, в общем, с ним все это. А поскольку талантливый человек, у него скорость восприятия значительно быстрее, чем просто у нормального человека. Ну, он очень счастлив был. Правда, пришел ко мне, благодарил дважды. После первого отделения и после второго. Субтитры создавал DimaTorzok Публика сердечная, добрая, какая-то отзывчивая. Знаете, всегда нужно слышать эхо какой-то от публики. Вот так вот, слушай спиной. Вот я чувствую, что сзади сидят люди, которые внимают, вкушают, вслушиваются, следят за развитием событий. Так что вот, очень мне приятно. Так что я уже почти ровесник вашей филармонии, между прочим. Так что надеемся, что еще некоторое время просуществуем в дружбе и в любви и в согласии. Зрители долго не отпускали музыкантов со сцены. Те, в свою очередь, сыграли на бис несколько музыкальных шедевров, в их числе известный венгерский танец из балета «Лебединое озеро». В своем интервью Владимир Спиваков признался оренбургским журналистам, что очень любит оренбургскую филармонию. Наш город и всегда с удовольствием сюда приезжает. Это был Оренбург Культурный на городском телеканале ЮТВ. Не забывайте посещать яркие события, наполняйтесь творчеством и вдохновляйтесь. Оренбург Культурный на городском телеканале ЮТВ.